Сама я родилась в Бресте, но все детство прожила вместе с мамой и бабушкой в деревне. Это Жабенковский район, Брестская область. Я училась хорошо, мне нравилось учиться, мне было легко учиться, мне было интересно в школе, у меня там было много друзей, поэтому я очень любила школу, понедельник был мой любимый день, потому что начиналась новая учебная неделя, и мне очень нравилось там проводить время, мне очень нравилась история и математика. Все вышло так случайно, и вообще спорт в моей жизни тоже появился случайно, наверное, я бы сказала, потому что она всегда была активным ребенком, и у нас по вечерам в школе была секция, мы приходили туда и играли в баскетбол, волейбол, футбол, когда были помладше, там выбивала два капитана, и я участвовала практически во всех соревнованиях школьных, и по легкой атлетике, и по волейболу, и по баскетболу, вот. И в восьмом классе меня звали в Брест, в училище Олимпийского резерва на волейбол, но я отказалась, потому что мне не очень нравился волейбол, хотя у меня получалось, но я не любила эту игру, вот. Вот, а уже именно на десятый класс меня позвали учиться в Гродно, то есть я сначала играла за школу, потом меня заметили и позвали в Березу, там была команда Березовские лисы, и я играла вместе с ними дюбл, она же была взрослая, мне уже было там 15 лет, то есть я там сезон поиграла дюбл, ОДМ, Спартакиаду, и вот буквально за этот год-полтора меня позвали в Гродно в команду, вот, я приехала в Гродно, и десятый класс, одиннадцатый, уже проучилась там. Было очень тяжело, очень сложно, мне было тяжело найти общий язык с девочками, то есть первый год я ни с кем не дружила, была такая странная, как бы, ну, было безумно сложно, я хотела уйти, вот, ну, не знаю, как-то так получилось, что, ну, я осталась на одиннадцатый класс, ну, и в одиннадцатом классе уже как-то мне стало легче, уже что-то в баскетболе начало получаться, уже в чемпионате мне за Викторию больше времени давали игрового, вот, плюс потом уж, как бы, стал вопрос о поступлении, и что отучилась в Гродно, и было бы проще поступить в Гродненский университет, ну, как бы, по течению, наверное, что ли, так получилось, что пошла и осталась, но очень часто посещали мысли, что, наверное, это не мое, нужно это оставить, потому что, ну, я не справлялась на самом деле. В самые такие тяжелые моменты я давала себе вот еще какой-то отрезок времени, что вот если вот сейчас нет, не получится, значит все, и вот в этот отрезок времени вот что-то, да, хорошее случалось, и я пошла дальше. Ну, так, наверное, и иду до сих пор. Я в России мало была до этого, то есть России практически не знала, и вот, когда мы приехали в Казань, вот в первый вечер пошли гулять по набережной, у нас возле дома была, ну, необычно, так красиво, то есть вообще по-другому. Я шла, я не могла сравнить с какой-то страной именно вот сам этот город Казань, потому что он такой разный и такой необычный, что-то и современное, и что-то вот мечети стоят, религиозное, и что-то как на запад. В то же время там еще так уютно, чисто, и ты вообще не понимаешь, где-то находишься, где-то за границей, но где вообще непонятно. Я рада, что у меня был вот этот опыт. И если честно, это, наверное, как такая была маленькая мечта, ну, с детства, не с детства. Вот когда я играла за Викторию, мы играли ведь против смоуков, я всегда смотрела на эту команду, какая-то сильная команда, какой у них зал, какой здесь комплекс, то есть, ну, прям, я хотела попасть. Мне казалось, что это очень сложно, что это невозможно, наверное, даже будет, вот, потому что такая прям классная, крутая команда у меня была, вот. И я рада, что у меня появилась такая возможность, и я рада, что меня взяли. Мне очень нравится атмосфера в команде, мне очень нравится сам комплекс, все очень так красиво, все так с любовью сделано, то есть, для баскетбола, везде баскетбол, так аккуратно, мне очень нравится. То есть, я прихожу сюда, я прям как отдыхаю, то есть, нет такого, что нужно тащить там на работу или еще что-то, нет. Здесь так уютно, что хочется расти, хочется тренироваться, развиваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА